Добрый день, уважаемые слушатели! Я являюсь заведующей кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи номер один. Моя фамилия Алпысова, Айгуль Рахман-Берлиновна, кандидат медицинских наук, доцент. Хочу представить вам лекцию «Гипертонический криз». Какая цель лекции? По завершении лекции обучающиеся должны будут уметь диагностировать гипертонический криз по основным клиническим синдромам и оказывать неотложную помощь при осложненном гипертоническом кризе. Давайте рассмотрим клинический случай. Пациентка 52 лет, она не работает, вызвала карету скорой помощи, поводом для вызова послужила головная боль. Предъявляла жалобы на головную боль, преимущественно в затылочной области, чугунную голову, головокружение, тошноту, появление одышки, удушья, щемящих болей в области сердца. Из-за наноза выяснено, что впервые повышение артериального давления было зафиксировано 3 года назад, она не обследовалась, эпизодически принимала адельфан, настоящее ухудшение с вечера, когда появились пешеуказные жалобы. Появление их ни с чем не связано. Состояние с течением времени ухудшилось, присоединились боли в области сердца, и за 15 минут до прибытия скорой помощи появилась одышка и стало трудно дышать. Из-за наноза жизни больная страдает хроническим белонепритом, обострение 1 раз в 1,5-2 года, стаж курения составляет 15 лет, курит по полпачки в день. При объективном осмотре состояние тяжелое, больная возбуждена, напугана, дрожь во всем теле, ценностно-согубного треугольника, ногтевых пластинок, кожа влажная, положение тела артопное, частота дыхательных движений 22 в минуту, клокотание в груди, в легких, разнокалиберные влажные клипы, по всем легочным полям, на фоне жесткого дыхания, тонны сердца ослабленной звучности, частота сердечных сокращений 94 в 1 минуту, артериальное давление 200 и 165 мм ст. ст. Привычные цифры артериального давления 140 и 95. По остальным органам без особенностей. Была снята электрокардиограмма, на электрокардиограмме синусовая тахикардия и уплощение лица Т. Давайте рассмотрим проблемы, то есть симптомы, которые имеются у данной больной. То есть это головная боль, головокружение, головная боль именно в затылочной области, чугунная голова, головокружение, тошнота, затем щемящие боли в области сердца, сердцебиение, частота сердечных сокращений составляет 94 в 1 минуту, на электрокардиограмме изменения, то есть синусовая тахикардия, уплощение 20-ты, затем дрожь во всем теле, испуг, влажность кожных покровов, страх, а также такие клинические проявления, как одышка, удушье, цианоз, клокотание в груди, ускульнативно-разнокалиберные влажные хрипы. Как мы можем сформировать из данных симптомов синдромы? То есть на первый план выступают симптомы центрального характера. Мы можем сформировать их в церебральный синдром, затем выделяем в данном случае тахикардиальный синдром, астено-вегетативный, и помимо этого и синдром отека легкого. Каким образом мы выставим предварительный диагноз? Учитывая относительно внезапное начало, индивидуально высокий уровень повышения артериального давления, а также наличие таких синдромов, как церебральный, тахикардиальный, астено-вегетативный, мы можем предварительно поставить диагноз гипертонический криз. Еще одна версия диагноза на основании наличия синдрома отека легкого, то есть проявляющегося на фоне повышенного артериального давления, мы можем выставить предварительный диагноз альвеолярный отек легких. Но что это? Гипертонический криз или альвеолярный отек легких? Учитывая данные анамнеза, то есть заболевание, вернее, настояние ухудшения развилось на фоне повышенного артериального давления, и с течением времени оно ухудшалось, то есть за 15 минут до прибытия скорой помощи больной стало трудно дышать, появилась отдышка у души, появилось клокотание груди, асклюкативно выслушались разноголиберные влажные хрипы, то есть с течением времени на фоне повышенного артериального давления развился альвеолярный отек легких, мы можем сказать, что все-таки это гипертонический криз, который осложнился альвеолярным отеком легких. Каким образом мы выставляем предварительный диагноз? Так как гипертонический криз является осложнением артериальной гипертензии, значит, на первый план мы поставим диагноз артериальной гипертензии. После артериальной гипертензии нужно выставить степень артериальной гипертензии в зависимости от уровня артериального давления. Затем риск в зависимости от наличия факторов риска, поражения органов мишени и наличия ассоциированных состояний. И как осложнение артериальной гипертензии выставляется диагноз гипертонического криза. Но какой это криз, первого или второго типа? В настоящее время мы выставляем диагноз в зависимости от срочности оказания неотложной помощи. То есть у данной больной имеется альвеолярный отек легких, то есть это состояние, которое требует снижения артериального давления в течение первых минут или одного часа. То есть это криз первого типа. И как осложнение криза первого типа нужно выставить диагноз острая левожелудочковая недостаточность и альвеолярный отек. Таким образом, что такое гипертонический криз? Гипертонический криз – это клинический синдром, который характеризуется внезапным повышением артериального давления до индивидуально высоких величин, а также субъективными и объективными проявлениями церебральных, сердечно-сосудистых и общих вегетативных нарушений. По течению гипертонические кризы выделяют осложненными, осложненные и неосложненные. Осложненные сопровождаются признаками ухудшения мозгового, коронарного, почечного кровообращения и требуют снижения артериального давления в течение первых минут и часов с помощью парантеральных препаратов. И неосложненные гипертонические кризы характеризуются отсутствием поражения органов мишени и относятся к состояниям, требующим относительно срочного снижения артериального давления в течение нескольких часов. Какие могут быть осложнения гипертонического криза? Со стороны сердца это острый инфаркт миокарды или дестабилизация стенокардия, острая левожелудочковая недостаточность, острое расслоение аорты, со стороны головного мозга, острая гипертонзивная энцефалопатия, инсульт, транзиторная ишемическая атака, со стороны почек, острая почечная недостаточность, со стороны сетчатки глаза, острая тинопатия, скровозлияние в сетчатку глаза. В настоящее время используется классификация гипертонических кризов по джифорду с авторами, которая подразумевает два типа кризов. Криз первого типа, когда при состоянии, требующих немедленного снижения артериального давления в течение часа и криз второго типа, при состоянии, требующих снижения артериального давления в течение 12-24 часов. К первому типу относятся такие состояния, как гипертоническая энцефалопатия, острая левожелудочковая недостаточность, острое расслоение аорты, эклампсия, посткоронарный артериальный обходной анастомоз, феохромоцитомовые кризы, гипертезия при внутримозговом кровозлиянии, острое соборохноидальное кровозлияние, острые инфаркты мозга, нестабильность на кардии или острый период инфаркта миокарда. К кризам второго типа относятся высокая диастолическая гипертензия, более 130 мм тупного столба без осложнений, злокачественная артериальная гипертензия без осложнений, гипертензия в пред- и послеоперационные периоды, выраженный синдром отмены гипотензивных средств, почечный криз при системной склеродермии, а также все кризы, которые не вошли в первую группу. Гипертонический криз развивается на фоне артериальной гипертензии, диабетической нефропатии, феохромоцитомы, остром гломеролонефрите, эклампсии беременных, диффузных заболеваниях соединительной ткани с вовлечением почек, при применении симпатомиметических средств, в частности коколина, а также при травме черепа, при тяжелых ожогах и так далее. Но наиболее частыми факторами, способствующими развитию гипертонических кризов, являются прекращение приема гипотензивных лекарственных средств, психоэмоциональные стрессы, избыточное потребление соли и жидкости, физическая нагрузка, злоупотребление алкоголем и метеорологические колебания. В патогенезе выделяют два основных механизма. Это сосудистые и кардиальные механизмы. Сосудистый механизм предполагает повышение общего периферического сопротивления в результате увеличения вазомоторного и базального тонуса артериона. И кардиальный механизм развивается вследствие увеличения сердечного выброса, сократимости миокарда и фракции сгнания в ответ на повышение частоты сердечных сокращений и объема циркулирующей крови. Какие критерии диагностики осложненного гипертонического криза? Это относительно внезапное начало, индивидуально высокий уровень артериального давления, наличие признаков нарушения функции центральной нервной системы, энцефалопатии с развитием общей мозговой симптоматики и очаговой. Что относится к общей мозговой симптоматике? Это головные боли, головокружение, тошнота, рвота, нарушение сознания, возможные судороги. И к очаговой симптоматике относятся к нарушению чувствительности кончиков пальцев, губ, парастезии, дезортрия, двоение в глазах и так далее. Выражены офтальмологические признаки, связанные со спазмом сосудов, отеком соска зрительного нерва с развитием ангиопатии сетчатки и впервые возникшие или усугубившиеся нарушения функции почек. Какие нужно дать советы позвонившему на скорую помощь? Нужно уложить больного, приподнять голову, уточнить, принимал ли больной плановые гипотензивные препараты. Если нет, то нужно рекомендовать их в обычной дозе. Измерить пульс, артериальное давление, записать их значение, найти ранее снятую электрокардиограмму больного и показать ее врачу скорой помощи и не оставлять больного без присмотра. Какие нужно задать обязательные вопросы на вызове? Регистрировались ли ранние подъемы артериального давления? Сколько лет отмечается повышение артериального давления? Каковы привычные и максимальные цифры артериального давления? Чем обычно субъективно проявляется повышение давления? Каковы клинические проявления в настоящее время? Получает ли пациент регулярную гипотензивную терапию? Когда появилась симптоматика и сколько длится криз? Предпринимались ли попытки самостоятельно оккупировать гипертонический криз? И чем раньше удавалось снизить артериальное давление? При осмотре и физикальном обследовании больного оценивают общее состояние и жизненно важные функции, такие как сознание и дыхание. Визуально оценивают положение больного, больной лежит, сидит или находится в положении ортопное. Цвет кожных покровов оценивают, какие они, бледные, гиперемированные или имеется целомоз, влажность кожных покровов, она повышена, имеется ли сухость кожных покровов, холодный пот на лбу, сосуды шеи, то есть оценивают на наличие набухания вен, видимые пульсации, наличие периферических отеков, исследуют пульс, правильный он или неправильный, измеряют частоту сердечных сокращений, имеется ли тахикардия или брадикардия, измеряют артериальное давление на обеих руках, в норме разница должна составлять не более 15 мм. При перкуссии выявляют наличие увеличения границ относительной сердечной тупости влево, при пальпации оценивают верхушечный толчок, его локализацию, при аскультации сердца оценивают тонны, наличие шумов, акцента и расщепление второго тона над аортой, при аскультации аорт, аскультируют аорту при подозрении на расслоение аорты или разрыв аневризма, аскультируют почечные артерии при подозрении на их стеноз, при аскультации легких выявляют наличие влажных, разнокалиберных влажных липов с обеих сторон, уточняют наличие ухудшения зрения, рвоты, судорог, боли в области сердца, одышки, оценивают диурез, исследуют неврологический статус, то есть снижение уровня сознания, дефектов полей зрения, имеется ли дисфагия, нарушение двигательных функций в конечностях, нарушение проприоцепции, нарушение статики, походки, недержание мочи. Из инструментальных исследований проводят регистрацию электрокардиограммы в 12 стандартных отведениях, оценивают ритм, частоту сердечных сокращений, проводимость, наличие признаков гипертрофии левого желудочка, наличие признаков ишемии или инфаркта миоката. Из дополнительных диагностических мероприятий отмечается экспресс-анализ уровня глюкозы крови и суточное мониторирование артериального давления. Какова тактика оказания медицинской помощи при неосложненном гипертоническом кризе? Положение больного лежа с приподнятым головным концом, постоянный контроль частоты сердечно-сокращений и артериальное давление, то есть через каждые 15 минут, проводят успокаивающую беседу, постельный режим, благоприятная психологическая обстановка. Если кризовое течение продолжается длительное время, то рекомендуется диета 10-10А и ограниченный прием пищи. Снижение артериального давления должно быть постепенным на 15-20% от исходных цифр или до 160 и 110 мм тутного столба в течение 12-24 часов. Применяют пероральные гипотензивные средства, начиная с одного препарата, такие как нефидипин, пропоронол, бисопролол или метапролол. Снижение, проводят снижение и стабилизацию периферического сопротивления сорспористого русла с помощью препарата линканина. При сочетании повышенного систолического артериального давления и тахикардии применяется пропоронолол или клонетин. При преимущественном повышении диастолического артериального давления или равномерном повышении систолического и диастолического артериального давления применяется коктоприн или нефитикин. Какова тактика оказания медицинской помощи при осложненном гипертоническом кризе? Проводится санация дыхательных путей, обеспечение кислородом, генозных доступ, лечение развившихся осложнений и дифференцированный подход к выбору гипертонизмных препаратов. Антигипертонизмную терапию проводят парантеральными препаратами, снижение давления быстрое на 15-20% от исходных цифр в течение часа, затем за 2-6 часов до 160 из 100 мм тупного столба и возможный переход затем на парантеральные лекарственные средства. При гипертоническом кризе, осложненном острым инфарктом миокарда или острым коронарным синдромом. Какова терапия? Цель данной терапии – это купирование болевого приступа, улучшение питания миокарда и снижение артериального давления. Применяется нитроглицерин, сублингвальная или видеоарезоля для спрея. При необходимости повторяют через 5-10 минут или возможно применение внутривенного вливания 0,1% раствора 10 мл на 100 мл 0,9% физраствора. Внутривенно, капельно, очень медленно, 2-4 капли в минуту. Или пропронолол, применяется пропронолол, внутривенно, струйно, медленно, 0,1% раствор 1 мл, возможно повторение той же дозы через 3-5 минут. До достижения частоты сердечных сокращений 60 в минуту, под контролем артериального давления и электрокардиограммы. В случае сохранения высоких цифр артериального давления, применяется эноприлат в дозе 0,625-1,25 мг внутривенно, медленно, в течение 5 минут, предварительно растворив 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Морфин 1 мл 1% раствора разводит в 20 мл 0,9% раствора натрия хлорида внутривенно, дробно, каждые 5-15 минут до устранения болевого синдрома или появления побочных эффектов, то есть гипотензии, угнетения дыхания или рвоты. Применяют ацетилсалициловую кислоту с целью улучшения прогноза 160-325 мг разжевать. При гипертоническом кризе, осложненном острым расслоением аорты или разрывом аневризма аорты, какова терапия? Цель ее – быстрое снижение от реального давления до 100-120 систолического и 80-диастолического или на 25% от исходных цифр за 5-10 минут, а в дальнейшем до указанных цифр и уменьшение сократимости миокарда. Применяется пропронолол, внутривенно, медленно, нитроглицерин в растворе на 100 мл физраствора, 0,1% – 10 мл. Если бета-блокаторы противопоказаны, то применяется веропамил, болюсна за 2-4 минуты, 0,25% раствор, 1-2 мл. С возможным повторным введением через 15-30 минут. Для купирования болевого синдрома применяется морфин, 1% – 1 мл, растворяется в 20 мл физраствора, 0,9% физраствора, внутривенно, дробно, до купирования болевого синдрома или появления побочных эффектов. При гипертоническом кризе, осложненном гипертоническом энцефалопатии, здесь артериальное давление быстрое и осторожное. Применяется энолоприлат 0,625-1,25 мг, внутривенно, медленно, в течение 5 минут, предварительно развести энолоприлат в 0,9% растворе натрия хлорида в 20 мл. При судорожном синдроме применяется дезепам, внутривенно, начальной дозе 10-20 мг. И в последующем, при необходимости, 20 мг внутримышечной или внутривенно капельной. При гипертоническом кризе, осложненном острым нарушением мозгового кровообращения или субрихноидальным кровотечением, здесь снижение артериального давления, проводят медленно, применяется энолоприлат в дозе 0,625-1,25 мг, внутривенно, медленно. Гипертонический криз, осложненный при эклампсии или эклампсии. Применяется сульфат магния, то есть стартовая доза 20 мл, 25% раствора, внутривенно, медленно, в течение 5 минут. Затем поддерживающая доза, то есть 80 мл, 25% раствора сульфата магния, растворяют в 320 мл физраствора внутривенно капельно 11 капель в минуту. А также такие гипотензивные препараты, как метилдопа, нефидипин, уропетил и гетеролазин. При гипертонизмном кризе, осложненном острым гламиром нефритом, используется нефидипин или фуросимид. При гипертонизмном кризе, осложненном острой левожелудочковой недостаточности, применяется энолоприлат 0,625-1,25 мг внутривенно, медленно, в течение 5 минут, предварительно разведенное в 20 мл, 0,9% раствора натрия хлорида, а также фуросимид внутривенно от 20 до 100 мг. И нерекомендованные препараты, это пропронолол и клонидин. Какие показания к экстренной госпитализации? Первое. Это неосложненный гипертонический криз, не купирующийся на этапе скорой помощи. Такие больные госпитализируются в терапевтическое или кардиологическое отделение. А также осложненный гипертонизмный криз проводится экстренная госпитализация с учетом развившегося осложнения и транспортировка больного в положение лежа. Индикаторы эффективности оказания медицинской помощи – это стабилизация жизненно важной функции организма. А каковы пути госпитализации при гипертоническом кризе? Больные с гипертоническим кризом, осложненным острым коронарным синдромом, госпитализируются в стационары с отделением кардиореанимации. Больные с гипертоническим кризом, осложненным инсультам, госпитализируются в стационары с отделениями нейрореанимации или нейрохирургии. Больные с гипертоническим кризом, осложненными транзиторной ишемической атакой или гипертонзивной энцефалопатией, госпитализируются в нейрологические или терапевтические отделения. Больные с гипертоническим кризом, осложненным с расслоением анавризма аорты, госпитализируются в стационар с отделением кардиохирургии. И больные с гипертоническими кризами, осложненными острой почечной недостаточностью, госпитализируются в стационар с отделением гемодиализа. На данном слайде вы можете увидеть список использованных источников, который был применен при подготовке данной лекции. Благодарю вас за внимание.